Доброе утро! Служба информации продолжает свою работу в прямом эфире Вести Кабардино-Балкария в студии Марина Ярославская. Главная тема дня – Кавказские игры 2012 в Нальчике. Торжественная церемония открытия начнется с минуты на минуту на стадионе «Спартак». Огонь, по примеру, Олимпийского, должен вспыхнуть в столице республики. Почетное право зажечь его выпало Карине Мезовой, известной покорительницей Вереста и Эльбруса. Старт в спортивной борьбе даст глава Кабардино-Балкарии Арсен Коноков, ждут и приезда полпредовыска у Александра Хлопонина. Напомним, право провести очередные трети по счету «Игры в Нальчике» получила Кабардино-Балкария, завоевавшая первое общекомандное место в Кавказских играх 2011 в Черкесске. Напомню, игры были учреждены в 2010 году правительством России и впервые состоялись в районном центре Хабес Карачаева-Черкесии. Этот спортивно-этнографический фестиваль в КБР тоже проходит под патронажем полномоченного представителя президента РФ ВСКФО Александра Хлопонина. В соревнованиях принимают участие главным образом спортсмены-любители, но в некоторых видах спорта задействованы и профессионалы-победители получат призы и денежные вознаграждения. На проведение фестиваля из федерального бюджета выделено 11 миллионов рублей. Деньги направят на аренду спортивных сооружений, оплату работы судей, транспортные расходы, награждения победителей и призеров. А для участников из семи республик округа на стадионе «Спартак» начались финалы по 18 национальным видам спорта. Уже в разгаре борьба за победу шахматистов в настольном теннисе тоже в эти минуты определяются призеры. А в универсальном спорткомплексе женские и мужские волейбольные команды соревнуются за тройку пьедестала. Одновременно с ними уже на самом «Спартаке». За медали борются легкоатлеты, борцы на поясах и прыгуны. Сразу после этих соревнований зрители и болельщики увидят и исконные национальные виды спорта народов Кавказа. Стрельбу из лука, скоростное передвижение на ходулях, перенос тяжести на дистанцию и перетягивание каната. Итоги имена победителей судьи назовут сегодня же ближе к вечеру. Планируется, что награждение спортсменов пройдет на стадионе «Спартак» во время закрытия игр в 19 часов. А после торжественной церемонии – галоконцерт мастеров искусств Кабардино-Балкарии и всего Кавказского округа. А безопасность почти полутора тысяч участников Кавказских игр и 15 тысяч зрителей фестиваля на время его проведения обеспечивают сводные отряды сотрудников республиканских органов внутренних дел и из сопредельных с Кабардино-Балкарии регионов. С учетом оперативной обстановки в дни проведения спортивного форума утверждена многоуровневая система безопасности. Пропускной режим с использованием металлодетекторов и средств видеонаблюдения будет действовать на площади Абхазии, стадионе «Спартак», в Зеленом театре и универсальном спорткомплексе. Контролируют правоохранители и въезды в Кабардино-Балкарию и ее столицу. Работа госавтоинспекторов усилена на стационарных постах. Сохранены также и ограничения движения транспорта в самом Нальчике. Проезд по проспекту Ленина от улицы Балкарской до Кулиева закрыт. Как нельзя будет сегодня проехать и по проспекту Шагинцукова от улицы Балкарской до Торчокова. МВД просит жителей республики с пониманием отнестись к вводимым ограничениям, а также проявлять бдительность. Финалы по национальным видам спорта в рамках фестиваля «Кавказские игры» на стадионе «Спартак» и в универсальном спорткомплексе уже начинаются. А накануне судейские комиссии определялись с победителями предварительных этапов соревнований. Отборочный тур состязаний стартовал вчера играми по волейболу среди женщин. Определились команды, которые сегодня продолжают участие в играх. Это сборная Дагестана, Республики Северной Осетии, Алания, Ставрополье и волейболистки из Кабардино-Балкарии. А в новом универсальном спорткомплексе за выход в финал боролись шахматисты. Проходили интеллектуальные поединки по круговой системе. Итог подсчитали по количеству набранных баллов. После четырех туров в лидерах Мажмудин Кармов и Джамал Гитгафов из Кабардино-Балкарии. В списке финалистов из Ставропольский край. Определены и победители предварительного отбора по настольному теннису. Среди мужчин с равным счетом лидировали Денис Диманов из Кабардино-Балкарии и Вадим Скалихин из Ставропольского края. За ними следует дагестанский теннисист Константин Аванесов. А вот в соревнованиях среди женщин Дагестан на первом месте. В лидерах теннисистка Марьям Баматказиева. Второй стала наша Ирина Бетюцкая. Напомню, посмотреть финалы национальных видов спорта можно на стадионе «Спартак» и в универсальном спорткомплексе. Вход везде бесплатный, но пригласительные билеты все-таки потребуются. Получить их можно в кассах «Спартака». А пока возможность выиграть «Кавказские игры» сохраняется за всеми командами-участницами. Напряженная борьба не помешала гостям и участникам фестиваля оценить уровень подготовки к соревнованиям. Год от года фестиваль расширяется, растет количество спортивных дисциплин, увеличивается число участников и гостей. Но неизменным остается одно – теплая и дружеская атмосфера – спортивно-этнографического форума. В чем убедился накануне и мой коллега Казбек Гикиев. Мастерски горцуя на своих железных конях, команда байкеров из Москвы демонстрирует удаль перед камерой. Ребята едва успели сойти с поезда, как сразу же поспешили на площадь Абхазии, чтобы отрепетировать сложнейшие элементы своего мотошоу. Оно должно стать изюминкой развлекательной программы фестиваля. Умелая джигитовка на двухколесных скакунах вызывает бурные эмоции собравшихся. Немного доработанные байки, по словам их хозяев, особой мощью не отличаются. В этом деле главное – умение балансировать. После тренировочного выступления москвичи охотно поделились первыми впечатлениями. Нальчик, очень классный, много красивых девушек. Тепло, у нас в Москве сейчас дождик, там прям холодно и достаточно беспрямый. Довольны теплым приемом и участники соревнований. Некоторые из них уже вступили в борьбу на предварительном этапе, остальные только готовятся к ответственным стартам, знакомятся друг с другом, осматривают территорию. Организация хорошая, тепло, хорошо нас расселили, кормят тоже очень вкусно. В принципе, и погода порадовала тоже. Для каждого вида спорта здесь отдельные предоставлены спортзалы, есть олимпийский огонь, очень красивые представления. По сути, кавказские игры можно сравнить с олимпийскими. Те же эмоции, тот же спортивный кураж и такие же правила. Разница лишь в масштабах и национальном колорите соревнований. При этом объединяющая и дружелюбная атмосфера межрегионального форума не снимает основной спортивный принцип. Есть понятие «главное участие». Вот для меня главное не участие, главное победа, я так считаю. Кто на этот раз примерит на себя лавры победителя, будет ясно в ближайшее время. Но уже сейчас бесспорно одно – Кавказские игры 2012 – своей главной цели. Укрепление межнациональной дружбы достигли. А с 10 утра для гостей на площади Абхазии открыты национальные подворья народов Кавказа. С минуты на минуту там ждут глав республик и членов официальных делегаций. На площади сейчас работает и наша съемочная группа. Фатима Магомедова выходит на прямую связь со студией. Фатима, здравствуйте. Расскажите, что сейчас происходит у вас. Доброе утро, Марина. Праздник, можно сказать, уже начался. Здесь, на площади Абхазии, сосредоточен весь Кавказ. Семь национальных подворьей. В их числе и Дагестанский Майдан, и Казачий Курень. Традиционные кавказские сакли, стилизованные под старину. Республиканская площадка сделана в виде Эльбруса. Строили почти неделю. Выставки экспонатов из этнографических коллекций музеев республик СКФО уже готовы. К показам готовятся мастера национального костюма всего округа. В целом настроение уже хорошее, людей немало. Ждем руководителей делегаций, главу республики Арсена Конокова. Организаторы обещают угощения для гостей. Подворья весь день открыты для посещения. Успеть можно и нужно, ведь наблюдать подобное удается не каждый день. Марина. Фатима, спасибо. С площади Абхазии, где развернуты национальные подворья, и начался этнографический праздник в рамках фестиваля «Кавказские игры» была Фатима Магомедова. К этому часу пока все. Новый репортаж уже в 14 часов 20 минут. До встречи. Никогда не видели самая лучшая элитная сантехника и керамика из Испании и Италии, которая сделает вашу ванную комнату произведением искусства.